В своей прошлой программе мы как-то объяснили, что запчасти не должны стоить дорого. Они не могут стоить дорого, это реально так. А запчасти стоят дорого где? Только в Магнитогорске или в России вообще. То есть я ни в одной стране мира, в которой я не был, а я был в Америке, я был в Германии, я был в Великобритании, скоро поеду во Францию, Турцию, естественно, Израиль. В Израиле не был, но в Египте я был, в Индии я был, в Китае я был, в Японии я был. Я нигде не видел людей, которые продают запасные части. По одной простой причине. Вы свою машину отдаете, вам эту машину делают, и вы получаете результат. Причем результат, кстати, не сильно дорогой. По одной простой причине. Никто из производителей запасных частей не включает вот эти бешеные тарифы. Потому что они все, в принципе, стоят недорого. Теперь мы поговорим о самом главном вещи нашей сути. То есть Россия, конечно, это очень хорошая страна. Так вот, большая часть России, если по территории-то судить, ездит на замечательных японских автомобилях. Очень хорошие машины. Я просто прокатился по той самой дороге из Владивостока до Магнитогорска. Еще та старая дорога была. Кошмар. Так вот, извините, подвиньтесь, но я бы подразделил машины по степени надежности. Первые, это, естественно, японцы. Вторые, это Америка. И третьи, это Европа. А на четвертом месте, это Корея, естественно. То есть, как они ездили, какой там кошмар был, это уму не передать. Представляете, они ехали, ехали, ехали. Теперь возникает другой вопрос. Если мы говорим про Японию, она, в принципе, небольшая страна, по сути. Ну, не такая маленькая, если честно. Мне когда говорили, что японцы друг на другах на головах гробы стоят, я в очередной раз говорю, ребят, такого вообще не существует. Я был и в Индии, и в Китае, и я был и в Японии. Честно говоря, гробов на головах я вообще не видел. Мало того, я даже не сильно видел место захоронения, по сути, событий. То есть, все нормально живут. Особенно вот с этой стороны, со стороны Атлантического океана. То есть, если брать Тихоокеанское, то туда дальше, и с этой стороны. То есть, там вообще нет у них японцев вообще. То есть, Япония такая прикольная страна. Вот. Как вы прекрасно понимаете, японцы для себя делают супермашины. Да, такие обалденные машины. К нам их, к сожалению, не везут. Отличные машины. Это просто бесподобное. Что-то они себе доставляют. Вот. И, естественно, у каждого японца ни одна машина. Это естественно. То есть, ну, в России они везут, ну, такие автомобильки, на которых они ездят. А для себя там все в порядке. Вот так все. Вот. А теперь возникает другой вопрос. У нас от России до Японии расстояние не сильно большое, да? И чем Япония хороша? Чем она хороша вообще исключительная? Я вам сейчас покажу. То есть, на японские машины вы можете купить себе запасные части ИБУ. По одной простой причине. Да, японцы так же ездят. Да, естественно, машины ломаются. Да, естественно, мы привозим и БУшные машины в том числе. Ну, естественно, мы только БУшные машины и привозим. Какие еще машины можно привезти? Кроме всего, мы можем привезти и запчасти. И в действительности, если вы там покупаете одну машину по небольшой цене, в пределах 5 тысяч рублей, просто берете ее там, здесь ее разбираете, и вот ваша прибыль. То есть, мы не говорим, что японцы ушатываются у машины. Нет, это только Россия не ушатывается у машины. Ну, есть некоторые части машин, которые ушатываются в Японии. Это чисто спортивные модели. Поэтому, когда говорят, что к нам приехала спортивная машина из чистой Японии, я говорю, так там в чистой Японии, у нее все и сняли. То есть, вы не говорите, что если вы привезли чистую машину из Японии, она в идеальном состоянии. Нет, она уже не в идеальном состоянии, она в лохмоте. Вот, если вы что-то здесь попытаетесь взять, как правило, в Россию везут модели, ну, такие уже ушатанные. Вот, новинок-то у них не привозится. То есть, вот у меня тоже был Nissan Skyline R33 Turbo. Я пытался его за 9 лет сделать. Ну, практически сделал. Ну, как-то так получается, да? То есть, там и ценники вложились. К сожалению, этой машины я продал. Но, как я сейчас понимаю, запасные части стоят вообще недорого, потому что мы используем интернет. Вот, например, возьмем компьютер. Вот, обыкновенный компьютер. Вот, как вам заказать запасные части? Давайте вобьем запасные части. Части БУ. Ну, БУшные запасные части. Ну, ходить проверим? Давайте проверим. Взяли, купили запасные части БУ. Где максимальное количество запасных частей? Ну, давайте начнем с того места, где машин очень много. Это Новосибирск. И дальше. Вот Новосибирск до Владивостока. Вбиваем запасные части. И вот, вам замечательный результат. Обалденное количество запасных частей. БУшных, естественно. Зачем Новосибирск? Вот еще маленький вопрос. На чем мы сейчас ездим? Когда нам говорят, что у нас в Магнитогорске, да и вообще в России какие-то кризисы. Я говорю, ребята, это у нас какой-то очень странный кризис. Особенно в Магнитогорске. Круто, да? То есть, в Магнитогорск переехал уже. В Магнитогорске уже себе купили Феррари. Так, ну что машинка? Чисто кризис, наверное, что. В Магнитогорске народ решил ездить. На чем? Ага, на Мерседес. Что же я такой? Блин, опять кризис? Жесть, да? Вот. К слову, о запасных частях. Почему в автостопе нету этих запасных частей? По одной простой причине. Люди не покупают запасные части. Зачем? Они вон спокойненько берут себе Nissan. В большом количестве. Они себе покупают Toyota. Тоже в большом количестве. У нас даже очень много этих, типа новых, типа двухсоток. Которыми джипами, по сути, не являются. Это отличный, но очень большой автомобиль. Еще круче, но только Toyota Sequoia и Tundra. То есть, Магнитогорск весьма странный город. Весьма странный город. Машин новых, много новых. И старые машины, может быть, есть. Но на старые машины везти дорогие запасные части, это себе дороже. Гораздо проще человек залез и вот посмотрел. То есть, допустим, говорим, вот посмотрим, сколько стоит привод. Да и недорогой привод, да? То есть, если мы говорим привод по раздельности, то сумма этого привода, это, грубо говоря, почти штука баксов. Здесь три с половиной рубля. Ну, примерно. То есть, о чем мы сейчас говорим? Господа, используйте интернет. Тут вообще все настолько просто, что это может делать легко и каждый. Иногда такое случается, что вы должны вбить марку модель. Ну, ничего сложного нет. Капот открыли, посмотрели, забили. В очередной раз я скажу. К сожалению, у нас очень-очень-очень-очень-очень мало нормальных американских автомобилей. Да, это круто, это шик. Но в другом случае, если вы, допустим, берете японский автомобиль, то, как правило, эти же автомобили есть и в Японии. Ну, как правило. То есть, там нет такого... То есть, по сути событий, что Япония предоставляет для вас? Для вас она предоставляет, извините, ну, как бы сказать так. Ну, не самые лучшие автомобили, если честно. Самые лучшие для себя. Но эти не самые лучшие автомобили, они так же появляются в Японии. То есть, единственный вопрос, что руль справа налево переставляете. Ну, это крайне редко, если вам что-то надо поставить, ну, только тогда. А так, все остальное так же. То есть, заказывайте спокойненько и ездите. И при этом вы прекрасно понимаете, что проще использовать службу доставки, чем идти в магазин и покупать все это за бешеное количество денег.